В 1451 году на трон Османской империи вступил новый султан Мехмед II, прозванный современниками Завоеватель. Своей главной задачей Мехмед считал покорение Константинополя. Для осады города была собрана и специально подготовлена армия. К началу штурма неприступных стен султан повелел отлить огромные пушки. Для того, чтобы полностью блокировать Константинополь и не позволить византийцам получать помощь из черноморских итальянских колоний, в 10 километрах к северу от Константинополя, на берегу Босфора, турки возвели крепость. Все эти приготовления происходили на глазах замерзших от ужаса жителей города. И только несколько человек в Константинополе были спокойны. Византийские василевсы не сомневались в крепости городских стен и легкомысленно полагали, что и эта надвигающаяся беда обойдет их стороной. Отчасти их уверенность имела под собой основание. Действительно, стены города, защищавшие его суши, были очень надежны. Но та часть стены, которая была обращена к бухте Золотой Рог, не имела мощных укреплений. Правда, доступ в бухту перекрывала особая цепь, протянутая поперек входа в гавань, и корабли не могли пройти, минуя ее. Все это давало жителям Константинополя уверенность в защищенности города. Однако известные своим умом и хитростью византийцы не предполагали, что столкнулись лицом к лицу с не менее умным и изобретательным противником. Прекрасно понимая, что с суши взять город ему не удастся, Мехмед решил попробовать захватить Константинополь с моря. Но как миновать узкий пролив, перегороженный цепями? 23-летний султан, хорошо усвоивший то, чему его когда-то учили, решил воспользоваться почти тем же способом, которым некогда войска Кира захватили Вавилон. В те времена, чтобы захватить город, воины вырыли канал и отвели воду из Ефрата, чтобы по его обмелевшему руслу в город смогла войти пехота. Турки же выровняли дорогу через гористый перешеек и волоком перетащили корабли во внутреннюю бухту к самой незащищенной части городской стены. Так в обход цепи, отвлекая византийцев устрашающим обстрелом из мортир, Мехмед пронес 70 своих галеонов внутрь залива Золотой Рог. Проснувшись однажды утром, византийцы обнаружили, что вражеский флот, будто бы перенесенный рукой сказочного джинна из сказок «Тысячи одной ночи», плывет посередине их бухты, которую они считали неприступной. Турки же, оказавшись перед неукрепленной частью стены, стали ожесточенно обстреливать город. 29 мая 1453 года стены были пробиты и в бреши ринулись османские полки. Сбылось старинное предсказание о том, что град Константином основанный на Константине и закончится. Последний Василевс, Константин XI, бился на стенах города и погиб вместе с освоением многочисленной гвардией. После трехдневного штурма сопротивление было подавлено, Мехмед перенес свою столицу в Константинополь. После этой победы Мехмед совершил еще несколько завоевательных походов, принесших ему прозвище «Завоеватель». К Турции были присоединены Сербия, Босния и Албания. Двигаясь на юг, османы завоевали Грецию и крупнейшие острова Эгейского моря. В Малой Азии Мехмед окончательно подавил сопротивление мятежных тюркских феодалов, завершил покорение восточной части Малоазийского полуострова, его войска вели бои в Южной Италии. Крымские ханы признали себя вассалами султана. Единственной неудачей Мехмеда-завоевателя стал безуспешный штурм Белграда. Пока султан воевал, по его приказу в Стамбул переселялось множество людей из различных частей страны. Они заново отстраивали город, восстанавливали ремесло и торговлю. Покоренный Константинополь возрождался под новым именем. А султаны продолжали увеличивать размеры своей империи. Так в начале XVI века в Греции были сокрушены последние венецианские крепости. После этого основные силы турецкой армии были переведены в Малую Азию, где османы вели тяжелые бои с персами. Победив противника, турки завоевали Месопотамию, Сирию и Египет. Всего за 8 лет, с 1512 по 1520 годы, территория Османской империи увеличилась вдвое. Но особенно важным было то, что в начале XVI века султанам покорились важнейшие государства традиционного арабского мусульманского мира. Это дало право султану турок-османов говорить о себе, как о главе всех мусульман мира. Вершины своего могущества османская Турция достигла при Сулеймане первым великолепным. Сулейман не боялся доверять ответственные должности в своем государстве, присягнувшим ему не туркам. Эти греки, славяне, арабы и армяне верно служили своему повелителю, а османское государство получило организацию государственного управления не хуже византийской. Всю систему государственного управления в Турции называли высокой или блистательной портой, то есть высокой дверью к престолу, на котором восседает Аллах. Сулейман продолжил политику завоевательных походов и начал их с окончательного покорения Сербии. В 1521 году его войсками был взят Белград. Теперь был открыт путь вглубь Венгрии. Всего через пять лет в 1526 году в битве при Мохаче турки разгромили и венгерскую армию. После этой победы османские войска, как морской прилив, двинулись на север. Казалось, их ничто не остановит. Будда и Пешт были взяты и разграблены. Опустошению подверглась вся Венгрия. В 1529 году, промчавшись смерчем и дотла разорив страну, османы вторглись в Австрию и осадили Вену. Такого ужаса европейцы не переживали с полузабытых времен монгольского нашествия. В их ушах постоянно звучал крик янычар, идущих в атаку или на штурм городов. Ягма! Грабьте! Неизвестно, что сыграло решающую роль, решимость гарнизона Вены стоять насмерть или ранние морозы. Так или иначе, проведя несколько месяцев в безуспешной осаде, Сулейман приказал своим войскам отступить от австрийской столицы. Но на память венцам турки оставили не только страх перед счастливо миновавшей их смертью. По легенде, в ходе осады несколько турецких воинов попали в плен австрийцам. Пленные научили своих тюремщиков особым образом готовить любимый напиток султана – кофе. С тех пор кофе по-венски с несколькими капельками чистой холодной воды стал любимым напитком европейцев, благодарно забывших, кому они обязаны этим рецептом. Всего Сулейман I совершил семь походов в Европу. К концу его правления вся Венгрия принадлежала Османской империи. В Азии Сулейман победил персов и завоевал Месопотамию. Двигаясь вдоль южного берега Средиземного моря, он подчинил себе Ливию, Тунис и Алжир. Эти страны на востоке называют Магриб, то есть место, где тонет солнце. Но главной своей задачей Сулейман считал завоевание господства на море. Со временем его флот стал самым мощным на Средиземноморье. Он состоял из грибных судов Галер, Кадырг. Грибцами на них, как правило, были рабы-христиане. Попасть рабом-грибцом на мусульманскую Кадыргу означало одно – при жизни изведать ад. Грибцов пожизненно приковывали к их скамьям, и люди были полностью лишены возможности сделать даже шаг. Ели, спали и все остальное грибцы совершали на скамье. Вдоль рядов прохаживался надсмотрщик, который хлестал рабов тугими бичами. Естественно, если в корабль попадало пушечное ядро, то галера тонула вместе с людьми. Именно поэтому средневековые галеры, в отличие от древнегреческих, всегда сопровождали прожорливые акулы. В 1522 году турки с помощью своего галерного флота захватили еще одно христианское государство в Средиземноморье, сохранившееся со времен крестовых походов – остров Родос. В те годы этот остров принадлежал ордену иуаннитов. Последними оплотами христиан в Средиземном море оставались Мальта и Кипр. Как вы помните, примерно в эти годы Сулейман осаждал Вену. Европейцам казалось, что на них надвигается какая-то темная туча – турки в Венгрии, турки на море, турки в Африке, турки везде. В 1570 году османский десант высадился на Кипре и после десятимесячных боев захватил остров. Для христианских государств стало ясно – отступать дальше некуда. За Кипром наступит очередь Италии и Испании, а последняя лишь чуть меньше века назад обрела свою независимость. И тогда против Турции выступил Европейский союз, в который вошли Испания и несколько итальянских государств. В 1571 году Соединенный флот христианских держав атаковал и уничтожил турецкую эскадру в битве при Лепанто. В этом бою храбро сражался, был ранен, но не покинул поста командир испанского взвода Сервантес. Пройдет всего несколько лет, и это имя станет знаменитым, а писатель Сервантес прославится своим романом о Дон Кихоте Ламанческом. Конечно, это единственное поражение не могло серьезно ослабить огромную Османскую империю, раскинувшуюся от Алжира до Персидского залива и от Вены до Каира. Уже на следующий год османы отстроили флот заново, а союз христианских государств распался вскоре после победы. Но в Европе почувствовали – турок можно победить. Прошло несколько столетий. С начала XVIII века Турция стала терять провинцию за провинцией, отступая перед напором своих соседей.